В общем, ломаный английский нас довел до места, где много звуков разных. И гитара тоже должна быть. Ну да, вот оно, друзья. То, что мы искали. Консерватория музыки и танцев. То, что нам нужно. Кастаньеты слушай. Кастаньеты. Звук этих каштанок, именно так называют этот инструмент в переводе с испанского, сбил все ориентиры. И я начал искать тех, кто щелкает эти орешки. Вот где-то слышу щелками характерно, а где непонятно. Извините. Просто ритм отщелкивает. Не туда. На трубе тоже учат играть. Снимать воспитанниц в консерватории сначала совсем не разрешили. Но с каждой минутой, убеждаясь в чистоте наших намерений, мы все глубже проникали в репетиционный класс. Ну, у меня не получается. То есть, каждым пальчиком нужно ударить, понимаете, друзья? Чтобы было сразу четыре звука, а у меня только один получается. Если долго мучу, то что-нибудь получу. Ну, девчонки, это же трудно, это же тяжело. Не знаю, как вам, но мне кажется, что с помощью кастанет можно разговаривать и очень качественно ругаться. Такой стрекочущий поток трудно чем-то заглушить. Не случайно это женский инструмент. Звук острый и тонкий одновременно. Оказывается, на кастанетах играли и в Древнем Египте, и в Античной Греции. Встречаются они и в Южной Италии, и в Латинской Америке, но закрепились почему-то именно в Испании. Ну, точно же, Испанка, если что-не так, молчать не станет. Выскажется так, что в этом дребезжащем ритме ты еще долго будешь убегать, оглядываясь. Вот так, друзья. Искали испанскую гитару, а научились играть на кастанетах. От грасия с вами. Продолжение следует...